Всем здорова, с вами Варчик и это не гайд на танчик P44 Pantera. Итальянский средний 8 левела, циферок здесь не будет, просто расскажу свое мнение про этот агрегат и в принципе немножко пожалуюсь вам и скажу, что не все правы про этот танк и зря они его ругают. Ну, начнем с того, что это за танк, какие у меня от него ощущения. Когда мы его выкачиваем, ощущения такие, что двигатель очень здесь решает. Но и без пушки вы урон не сможете наносить, поэтому пушку и двигатель обязательно прокачиваем в топ и только тогда наслаждаемся этим танком. Без двигла и пушки этот танк вообще никакой. Ну, как в принципе и большинство танков, которые нужно сначала вывести в топ. Но здесь без двигателя ты никуда не едешь, вообще прям просто вообще никак. А без пушки, ну, без пушки. И в принципе вот так вот. Обзор у этого танка 380, это конечно не сильно много, но его можно плюшками разогнать и в принципе забыть какой он там есть. Нормальный обзор, плюс-минус, хрен с ним. Мобильность 22, удельная мощность, там летает танк просто космос. Ну и пушка, сведение там 2.1, точность 0.33, там все просто офигенно. Пушка очень точная, очень офигенно. Пробитие на уровне, голдует там 259. Вообще можно насквозь все шить, пробивать. К самому танку претензий нет никаких. Танк в принципе сделан офигенно. У него еще даже немного брони там есть, что-то. Лоб башни 120, там неважно. Броня на 8 уровне, это типа есть, окей, нету, ну и ее все равно нету. Иногда что-то отлетает, забейте. Есть малюсенькая такая претензия к этому танку. Он находится на 8 уровне. И только из-за этого этот танк я не оставил у себя в ангаре, чтобы наслаждаться его игрой. Ну и вторая причина, почему я его не оставил. Потому что есть практически такой же танк, премиумный. У меня в ангаре прожектор 8 уровня, тоже средний, тоже итальянский. Зачем мне два практически одинаковых танка в ангаре держать? Я так не люблю делать, я не какой-то там псих коллекционер, который коллекционирует все пиксели картошки. Чем этот танк так сильно уступает премиумному, что некоторые просто его называют куском говна, я честно говоря не знаю. На прокачиваемом танке у меня средний урон 2040 или 50, а на премиумном у меня средний урон 2500 с хвостиком. Но, почему так? Во-первых, на прокачиваемом я не использовал допаёк, не стрелял голдой, я его качал из стока в топ двигатель. Из-за этого я никуда не успевал. Пушку я за свободку прокачал. Также модули у меня на премиумном танке стояли забоны, а здесь обычные. Вот и получилась просадка в 500. Но танк я поиграл, он такой же как премиумный. Тупо по ощущениям. Есть у меня небольшое подозрение, что просто люди, во-первых, большинство не умеет так хорошо играть, как некоторые. И средние танки, которые про скорость и точную пушку, это для тех, кто хочет реально играть и стараться в бою. Но есть люди, которые играют плохо на всём, на своих там каких-то КВ-2 фугасницах, на ИСах, на Т-43 с фугасницей, на Т-49 с фугасницей. На всём подряд они играют плохо. Приходят на этот танк и играют и на нём плохо. И говорят, это танк говно, кусок дерьмища, вообще просто ветка кал, всё, вся нация кал, всё, говно, разработчики всё, выпустили какое-то дерьмище, качать не буду. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Возвращаются на свой уебанский танк и играют точно так же плохо и там, и всё. Это чисто у меня такое мнение сложилось, посмотрев на всю ситуацию со стороны. Раз я уже затронул ветку, то я скажу своё мнение про ветку Италии. Почти во всех ветках картошки есть куски говна. Но есть ветки, в которых их практически нету или вся ветка довольно-таки хорошая. Вот и в Италии есть куски говна, и вся ветка в принципе более-менее сбалансированная, там нету имбы. И самое смешное, что когда выходит танк с имбой, все кричат, ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко, танк с имбой, опять понерфят, не будем качать. Выходит сбалансированная ветка, о нету имбы, не буду, ветка говно, не буду качать, тоже дерьмище. И так и так получается плохо. Поэтому моё мнение про всю ветку Италии. Начиная от 5 уровня до 10, потому что я все танки выкачал с 5 по 10 уровень. В песке я там не играл. 5 уровень в принципе такое себе. Бронированный, медленный, но кривая пушка. 6 уровень. Прикольная альфа, пробитие, но немножко кривоватый. В принципе танк более-менее можно поиграться. Но опять же, лучше туда до пайков насувать, голды, экипажей, и только тогда можно наслаждаться. А если играть на пустом танке, то лучше вообще на нём не играть. 7 уровень. Просто говно во всём. Скорости нет, брони нет, пушка кривущая. Прррр, просто какашка. И на 8 уровне мы видим П-44 Пантера. Это первый танк в этой ветке, который реально похож на танк. И в нём уже можно разглядеть, что такое итальянские средние танки в игре World of Tanks. А всё, что ниже до этого, я вообще за танки, честно говоря, не считаю. Просто какой-то мусор проходной. Ещё и один кусок говна там есть. Что касаемо 9 уровня, на мой взгляд, это один из лучших танков этой ветки. Если бы не одно-одно. На 9 уровне очень сильно страдаешь от фугасов. От любых фугасов, даже которые мимо на соседней карте пролетали, у вас всё равно полхп отлетает. Жесть и модули просто рассыпаются. Пока в вас не стрельнули, вы чувствуете себя просто офигенно. Как только у вас какой-то снаряд прилетел, всё, танк не нравится. Какой-то танк неженка на 9 уровне. Ну и на 10 уровне просто сбалансированный хороший танк. Вот в принципе и всё. По факту, как по мне, плюс-минус такие ветки в игре World of Tanks должны быть все. И тогда было бы меньше вайна и соплей у игроков, которые бы ныли и когда имбу вводят, и когда имбу не ввели. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.